Итак, мы с вами в прошлый раз закончили разговор о стационарных последовательностях. Одно из мотивированных появлений стационарных последовательностей как отдельного объекта изучения в теории случайных процессов была следующая. Если мы имеем какую-нибудь динамическую систему, которая находится под влиянием случайных возмущений, ожидать, что такая система будет иметь устойчивую точку, которой сходиться будут траектории системы, не приходится. Хороший пример – просто подбрасывание симметричной магии. Вот, это в чистом виде шум. Мы можем считать, что это простейший пример динамической системы. Если бы мы не подбрасываем монетку, у нас бы изменений нулика в единичку или наоборот не было. А сейчас они есть, и мы знаем, насколько они нерегулярны. Лемо Брелли-Кантелли, скажем, говорит нам, что в такой последовательности встречаются бесконечно часто участки из нулей длины миллион, два миллиона, десять миллиона, сколько захотите. И точно так же из единиц. То есть никакой периодичности, какой-то такой особой регулярностью, такая последовательность, детерминированная регулярно, не обладает. Однако, вот, это хороший пример стационарной последовательности, и мы как бы решили, что, по-видимому, стоит отказаться от поиска таких вот устойчивых положений равновесия для анонимической системы, находящихся под воздействием случайных возмущений, а и заменить их стационарными процессами или последовательностью. Вот как раз сейчас мы переходим к теме, где посмотрим на один из очень простых примеров динамической системы, находящихся под влиянием случайных возмущений, и как раз реализуем установку, что, да, у нее есть стационарные режимы, а также, что при некоторых разумных предположениях, ну, как бы, стартуя из любых начальных условий, мы будем выходить на этот самый стационарный режим. То есть, имеет место похожий феномен на то, что вы изучали в теории устойчивости для обыкновенных дифференциальных уровней. Итак, мы переходим к разделу, который называется «Цепи Маркова». Ну вот, здесь я буду рассматривать очень простое фазовое пространство. Я буду считать, что у меня есть фазовое пространство «Е», которое будет дискретным. То есть «Е» – это конечное множество сейчас. Это вот наше фазовое пространство. Я буду обозначать элементы «Е» маленькими латинскими буквами. И в дальнейшем рассматривать последовательности. Это будет последовательность случайных элементов. Последовательность случайных элементов. Вот эти-то последовательности будут для нас с вами траекториями динамических систем. Ну, конечно же, траекторию надо бы получить. Для этого давайте подумаем, что бы могло быть пример динамической системы на пространстве «Е». Это сейчас очень несложно сделать. Следующим образом. Давайте рассмотрим какую-нибудь функцию «Ф», действующую из «Е». И рассмотрим такую вот динамическую систему. Я выберу какую-нибудь точку «Х0». Пускай это будет точечка «У», принадлежащая «Е». А дальше будем поступать так. «ХН плюс 1» равно «Ф от «ХН». Вот. Ну вот. Пример динамической системы на множестве «Е». Мы устраиваем такие вот на самом деле итерации функции «Ф». Ведь если продолжить равенство, то можно написать, что это «Ф». Я вот здесь напишу «Н плюс 1» от «Х0». Здесь «ФН плюс 1» означает непроизводную, но «Энту» итерацию. «Энту» применение. «ФН плюс 1» применение функции «Ф» к самой себе. «ФН плюс 1». Ну вот. Если возникает вопрос, почему же это называть динамической системой, давайте мы нарисуем сейчас график функции «Ф». Что я сейчас подразумеваю под графиком функции «Ф». Удобно и запозит его в следующем виде. А именно вот пускай вот это будут точки множества «Е». И если вот эта точка «Е», то мы ее соединим с той точкой «Ж», которая равна «Ф» от «Ж». «Ф» от «Е». И вот у нас появятся такие стрелочки. Причем обратите внимание, что тот граф, ориентированный граф у нас, ребра – это стрелочки, которые мы с вами нарисуем, будет обладать интересной особенностью. А именно из каждой точки будет стрелочка обязательно выходить. Поскольку «Ф», я напоминаю, действовало из всего множества. Так что, ну, может быть, вот такая ситуация, да. Но отсюда тоже хотя бы одна стрелочка выходит. Вот. Ну и я вот так вот рисую, скажем, вот такое что-нибудь появится. А вот здесь, например, вот так может быть, да. Вот. Да, из каждой. Важно, что из каждой вершинки у меня сейчас стрелочка выходит. Ну а теперь, что такое была бы последовательность наша? Это было бы движение по этому ориентированному графу в направлении, разрешенном стрелочками, да. Можно считать, что это карта какого-нибудь города или страны, и в ней вот есть односторонние дороги с односторонним движением, да. Вот можно ехать только в направлении стрелочки. Ну, вот в данном случае, если бы я взял вот это в качестве Х0, это появилось Х1, Х2, Х3, и оно же Х4, и так далее, да. То есть, попав в это состояние, мы здесь и будем уже оставаться. То есть, на самом деле, у нас то уравнение, которое мы написали, ХН плюс 1 равно Ф от ХН, задает правило движения сейчас по нашему фазовому пространству. Ну вот, отсюда как бы название динамической системы. Вот. Ну, мы договаривали, что у нас будут рассматриваться динамические системы со случайными возмущениями, а где же они тут? Ну, я думаю, что это как бы очень несложно устроить, да. Давайте попробуем поступить так. Вот пускай у меня функция Ф теперь действует не из Е в Е, а действует из Е, умножить на отрезок 0,1 и основу В. То есть, она зависит сейчас от двух переликов. Одна – это элемент фазового пространства, а вторая – точка из 0,1. Теперь, что же такое будет наш шум? Только что в теории стационарных последовательностей у нас возникала хорошая последовательность, из нее можно было строить другие, это последовательность белого шума. Иными словами, там они были некоррелированы. Я сейчас буду считать, что у меня есть последовательность епсилон N. N больше или равно единички. Это независимые, равномерно распределенные на 0,1 случайные. Вот это и есть шум. Ну а тогда х нулевую, начальную точку, я выберу, такой же, как и была. А вот дальше буду действовать по правилу. Хn плюс первое равно f от хн-тово и епсилон N плюс первое. Вот так попробуем устроить уже случайную, случайную последовательность хн. Ну, если раньше у нас следующий шаг осуществлялся детерминированным образом, то теперь здесь присутствует некий розыгрыш. И сообразно этому у нас могут быть различные варианты движения из одной и той же точки. Давайте посмотрим на свойства, получившиеся последовательности. Вот у нас в результате применения такой регулярной процедуры появилась последовательность хн, N больше или равно 0. Какая у нас? Почему я предлагаю посмотреть на ее свойства? Ну, потому что для нас это как раз аналог траектории динамической системы. Если вернуться назад по тем курсам, которые вы уже прослушали, то это аналог траектории решения обыкновенного дифференциального уровня. Ну и стоит посмотреть, а какими могут быть траектории решения обыкновенных дифференциальных уровней. В свое время в этом стиле здесь мы делаем просто то же самое. Посмотрим, какими свойствами обладает последовательность хн. Давайте я вместе с функцией f рассмотрю некоторые вероятности. А именно, пускай p и g для и g принадлежащих множеству е, то есть для наших точек фазового пространства, рассмотрю вот такую вероятность. Это будет вероятность того, что f и ε1, и они все у нас независимые, все одинаково распределены. Это просто равномерно распределены. Равножим. Вот. Ну, давайте заметим, что p и g обладает определенным набором существа. Сейчас, конечно же, p и g больше или равно 0. А кроме того, сумма по g от единички, ну, давайте так буду писать, по g, принадлежащим е, по g равна единице. Есть такое дело. Так что мы можем рассмотреть с вами вот такую матрицу p большую r. Ну, вот тут такой интересный нюанс, как и во многих других разделах математики, физики. Вот. Часто бывает, что одной буквой обозначают разные вещи, в силу того, что и там есть устоявшиеся привычки. Мы с вами писали p для вероятности. И точно так же p пишут вот для этой матрицы. Дальше мы и даем свое название. p и g. И g. Оказывается, что вот эта вот матрица дает возможность полностью описать, полностью описать распределение последовательности xn. Ну, давайте в этом разбираться. мы с вами уже знаем, что случайный процесс, в том числе случайная последовательность, с вероятностной точки зрения характеризуется набором конечномерных распределений. то оказывается, что конечномерные распределения последовательности xn однозначно задаются однозначно задаются задаются x нулевым и матрицей p. матрицей p. Действительно, давайте посмотрим вероятность того, что, ну вот у меня x нулевое фиксировано, так что я пишу здесь x первое будет равно и первому x n будет равно и x индексовая. Я буду вычислять эту вероятность пользуясь следующим подходом. Мы с вами помним, что вероятность случайного события равна математическому ожиданию индикатора этого события. И я сразу же напишу эти индикаторы вот таким образом. Будет произведение по k от единички до n индикатор того, что x като равно по и като. Вот. Ну, теперь для того, чтобы вычислять это математическое ожидание, я хотел бы воспользоваться тем, что последовательность епсилон ленты это была последовательность независимых случайных величин. Независимых случайных величин. Ну, а мы знаем, что там, где есть независимость, там упрощается вычисление условных математических ожиданий, по крайней мере. Вот мы сейчас это и проделаем. С вами следующим образом. Я вот напишу, что это то же самое, что условное математическое ожидание. Здесь напишу так. Матожидание от условного математического ожидания. Здесь стоит произведение k от единички до n индикаторов из Карла и Катума. Вот. А в качестве условия я возьму все наши случайные величины ε1 ε n минус 1. Вот. То есть вот как бы на самом деле в образовании случайных величин если вы посмотрите на рекуррентное уравнение, которое у вас записано, участвовало еще и εn, но я как раз его в то условие не вставил. Почему? Ну потому что сейчас очень удобно получается. А именно все индикаторы до n минус 1 измеримы относительно сигмаловы, порожденные этими случайными величинами. Да? Ну мы так задали рекуррентную равну. Так что я могу написать сейчас математическое ожидание. Здесь оставить произведение пока от единички до n минус 1. Вот. Здесь будет индикатор того, что х катор равно и катору. Так. А здесь будет математическое ожидание. Индикатор того, что х это равно и н при условии ε1 ε n минус 1. Вот. Обратите внимание, у меня здесь х n минус 1 равно n минус 1. значит последний индикатор может быть переписан. Вот. Последний индикатор может быть переписан следующим образом. Это есть математическое ожидание. Здесь эти я оставляю. Индикатор х равно и катору. А здесь на условную вероятность того, что f от и n минус 1 ε n равно и n при условии ε 1 ε n минус 1. Так. Посмотрите, пожалуйста, на последнюю вероятность. Что в этом вычисляем? мы вычисляем условную вероятность, связанную с ε n по сигмалгебре, от которой ε n зависит. Да? Это как раз то удобство, о котором я говорил. Следовательно, я могу просто написать, что эта вероятность условная равна безусловной вероятности. Так происходит дело, когда мы вычисляем условное от ожидания независимых случайных величин в данной сегменте. Вот. Я сделаю это с помощью треции. У меня появится безусловная вероятность здесь. И мы даже обозначение для нее уже с вами имеем, да? Значит, это будет p и n минус 1 и n. Вот. Ну а дальше математическое ожидание произведения пока от единички двойной минус 1 индикатор xk равно екатому. Ну, я думаю, понятно, что дальше происходит. Поэтому я могу здесь написать равно, поставить трое точие и написать ответ. Значит, давайте я этот ответ сверху пишу. это как раз и будут конечномерные распределения нашей последовательности. Значит, получится вот такая вещь. Получится произведение по k от нуля до n минус 1 p и k и k плюс 1 с учетом того, что я 0 обозначил вот у нашей уз, которую мы стартовали. Все. Вот так сейчас выглядят, как я и говорил, с помощью начального условия и переходной матрицы и матрицы p вот так сейчас выглядит конечномерное распределение полученной последовательности. как видим, она не только задается нашими отображениями, отображением f и последовательностью шума ε, но еще имеет очень симпатичные конечномерные распределения. Почему я говорю симпатичные? А вот по какой причине. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас происходит. Если бы, скажем, это у меня было всефазовое пространство Е, оно задискретно, но может содержать очень много точек, поэтому я так рисую сейчас. Вот это было бы и нулевое, это было бы и энтое, то мы что делаем? Мы рисуем вот такую цепочку, вот она как раз эта цепочка и нулевое, и первое, и так далее, и синдексом n, и переходим по ней. И вот этой цепочке присваиваем вот такой вес. Да? И вспоминается здесь квантовая физика, да? Есть возможные пути, да, ведущие там и 0, и n, и каждый такой путь имеет свой вес, да? Это функционал действия в чистом виде. Вот. Ну вот так сейчас, ну, полагаем меру. Вот. То вот так вот такая интерпретация сейчас имеет место, она очень глубокая и действительно могла бы привести к построению мира и филинга. Вот. Ну вот. Но мы пока для себя выяснили, что да, в терминах матрицы P и начального условия полностью сдаются конечномерные распределения нашей последовательности xn. Вот это интересный момент. Что дальше? А каково поведение xn? А что там можно ожидать? Ну, чтобы это понять, по-видимому, как и в обычных дифференциальных уравнений, мы должны, ну, какие-то условия потребовать отображения f. Ну, потому что просто так без каких-либо условий на правую часть обычного дифференциального уравнения делать заключение о том, что там есть, скажем, стационарные точки, там они устойчивые, наоборот, отталкивающие. Делать нельзя. Нужно какое-то предположение. Поэтому дальше я уже как бы не говорю, что это будет все это, а просто давайте посмотрим примеры возможного поведения вот такой последовательности, как мы с вами задали. Давайте-ка мы попробуем привести такой пример, отображение F, чтобы у нас выполнялось нечто похожее на устойчивость, действительно, на ту самую устойчивость, которую мы имели в дифференциальных уравнениях. Давайте вспомним для этого устойчивость, устойчивость в дифференциальных уравнениях. Что бы означало? Давайте я, например, напишу самое кривиальное дифференциальное уравнение, которое все умеют решать, конечно, это будет равно минус XT до T. Вот так. Мы знаем, что такое уравнение имеет стационарное решение, а все другие устроены так. Потому что решение это уравнение XT это есть D в степени минус XT и XT и XT и XT. Мы с вами собираемся рассматривать случайные системы. Как мы уже говорили, прям такой картинки ожидать, по-видимому, не приходится. Чтобы было что-то постоянное. однако давайте посмотрим, как можно чуть-чуть переформулировать, провести чуть более слабую формулировку того факта, что данное уравнение имеет устойчивое решение. А вот если я возьму сейчас два решения X от T равное E в степени минус T на X нулевое и Y от T равное E в степени минус T на Y нулевое то есть они стартовали с каких-то разных точек. Тут будет X нулевое, тут где-то будет Y нулевое. Что я про них могу сказать? Не обращаясь к этому решению я могу сказать следующее что разность X T минус Y стремится к нулевому E стремящимся к нулевому E для меня такой вариант формулировки сейчас более предпочтительным? Да по той причине что может быть и более сложная ситуация но например такая вот нет у меня устойчивого положения ну скажем если бы я двумерное уравнение рассматривал я просто нарисую а вот траектории ведут себя так откуда-то из разных точек сортовали но становятся близкими да вот 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 такое свойство как бы это не совсем устойчивость меньше да будем видеть оно может иметь место вот его аналог можно поискать для нашей вот такой случайной динамической системы и это сделать крайне несложно по крайней мере привести условия если бы если бы у меня было так что существует состояние и давайте жимное такое такое что вероятность того что f от 1 epsilon 1 равно f от d epsilon 1 и равно уже 0 равно альфа и это больше нуля больше нуля здесь сейчас я считаю что наши е это как раз 1 d вот предположим что я так бы устроить мог наше отображение да давайте сообразим что что тогда будет происходить с двумя последовательностями да двумя решениями итак я начинаю решение из двух разных точек пускай x0 равно и 0 а дальше xn плюс 1 будет равно f от xn epsilon n плюс 1 и y 0 будет равно скажем давайте к другому k 0 вот а y n плюс 1 тоже будет равно f от y n epsilon n плюс 1 вот ну вот я думаю что тогда окажется что мы можем сказать следующее окажется что вероятность того что xn равно yn стремится к единице а n стремящемся к единице вот ну действительно давайте посмотрим давайте посмотрим вот вероятность того что xn равно yn давайте так не равно yn меньше или равно чем сейчас чем единичка минус альфа в степени n почему так получилось ну потому что на каждом шаге вероятность того что они станут равными равна альфа и все это происходит независимым образом я уже не воспроизвожу те же самые выкладки с математическим ожиданием индикатора да вот это надо переписать математическое ожидание произведения пока от единички индикатора в того что xk не равно yk и дальше проделать все эти выкладки которые мы делали только что появится вот такая вещь вот ну ладно раз так то мы видим что сходится к единице еще экспоненциально быстро да вот так что вот оказывается есть у нас такие динамические системы с шумом которые обладают свойством похожим на устойчивость вот значит для исследования таких динамических систем ну по крайней мере в этом примере который мы с вами привели для такой функции для такого случайного отображения f достаточно посмотреть как ведет себя однотритория вот ну так что вот мы с вами увидели что можно рассматривать на дискретном фазовом пространстве аналог динамических систем со случайными возмущениями и даже в каких-то случаях можно ожидать что эти динамические системы будут иметь свойство вот такой устойчивости да немножко модифицированной вот ну вот это и привело к тому что у нас появляется определение цепи Маркова вот оказывается что нужно забыть о случайном отображении f которое мы там выделяли и рассматривать просто последовательность случайных эгикантов на нашем дискретном фазовом пространстве с определенным свойством и она будет иметь вот те хорошие свойства которые мы говорим итак определение последовательность 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 xm случайных элементов называется 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 однородной однородной цепью Маркова цепи Маркова цепи Маркова с матрицей вероятности перехода перехода вероятность 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 какого какого г при условии что мы знаем x0 xn будет равна p маленькая это элемент этой матрицы от xn и от g вот так ну определение мы с вами записали следует обратить внимание на следующую вещь как его можно трактовать мы когда хотим знать будущее нашей последовательности куда мы перейдем на следующем шаге так вот оказывается что вероятность перейти на следующем шаге в какое-нибудь состояние зависит только от нашего положения в настоящий момент обратите внимание что это тоже согласуется с обыкновенными дифференциальными уравнениями вспомните как были устроены решения обыкновенных дифференциальных уравнений с хорошими коэффициентами вот предположим пошло решение так вот если мы его знаем в момент времени при нулевое нам не нужно знать его до этого момента с тем чтобы сказать что будет дальше у нас есть решение задачи каши и вот мы можем двигаться дальше то есть здесь происходит то же самое для того чтобы знать то что произойдет в будущем не нужно знание того что происходило дома в некотором времени а нужно знать лишь положение в момент конечно же приведенное определение я думаю многим студентам должно не нравиться активно поскольку содержит давно забытые условные вероятности относительно сигмалы там здесь вероятность относительно сигмалы порожденные случайными величинами x1xf однако стоит сейчас вспомнить что мы то имеем дело с конечным фазовым пространством так и здесь все время стоят случайные элементы которые могут принимать лишь конечное число значения сообразно этому вот эту условную вероятность можно переписать так как мы это делали для условных вероятностей имея на руках случайные величины имеющие совместное дискретное распределение и поэтому вот это условие можно заменить другим условием которое выявляет цель вот просто таки вероятность того что x0 будет равно и 0 xn плюс 1 будет равно и n плюс 1 все все это разделить на вероятность того что x0 будет равно и 0 xn будет равно и n окажется равной как раз п и n и n плюс 1 это то же самое что написано однако вот это уже проверять легче ну конечно деление выполняем тогда когда можно то есть когда вот такая цепочка имеет дворовой вес вот ну вот или то или то определение они сейчас равносильны выделяет нам класс последовательности которую мы называли назвали однородной цепи Маркова с матрицей переходных вероятностей вот ну я думаю ничего удивительного сейчас нет если мы с вами запишем такую простую лему которая звучит так начальное распределение начальное распределение и матрица переходных вероятностей полностью определяют полностью определяют конечномерное распределение цепи Маркова я слово однородной говорить не буду поскольку дальше дальше только такими и занимаемся вероятность того что x0 равна и 0 и так далее xn равна и n равна сейчас пи 0 умножить на п и 0 и 1 и так далее на п и n минус 1 и n здесь пи это вероятность того что x0 равна пи называют начальным распределением доказательства ровно такое как мы с вами только что проделали для случайных отображений здесь точно так же надо просто воспользоваться определением цепи Маркова я поэтому его не привожу а мы давайте посмотрим на примеры цепи Маркова пример с чем его связано например и как надо приводить примеры цепи Маркова ну для начала давайте мы попробуем просто приводить подбрасывая монетку вот какие-то совсем простые посмотрим то есть я сразу буду задавать механизм появления последовательности x-screen в простом виде и так таки пусть у меня е это основная состоящая из двух точек минус 1 1 и я буду считать что x-in это независимые независимые случайные величины случайные величины принимающие значения значения минус 1 1 минус 1 1 с вероятностью 1 2 то есть это результаты независимых подбрасываний симметричной монетки ну вот тогда x-in это цепь Маркова значит x-in это цепь Маркова ну давайте убедимся в этом для этого следует рассмотреть как раз вероятность того что x-in будет равно 0 и так далее x-in будет равно t-n понятно что за счет независимости это все просто развалится сейчас это будет единичка на 2 в степени n плюс 1 и раз так то я могу пользоваться тем вторым определением оно сейчас легко проверяется которое мы формулировали и сказать даже что у меня сейчас матрица p имеет очень простой вид p будет иметь вид 1 2 1 1 2 1 2 1 2 так что вот так сейчас устроена последовательность как цепь маркова вот следующий пример чуть более сложный и я сейчас буду считать что у меня фазовое пространство не конечно а счетно как бы на данный момент не очень что-то меняется определение цепи маркова остается я буду считать что е это z множество целых чисел буду считать что у меня есть епсилон 1 и так далее епсилон n и так далее это независимые случайные величины такие что епсилон е принимает значение 1 минус 1 с вероятностью 1 вторая xn положу равную x0 плюс сумма по k от единички до n епсилон к ну вот такая последовательность оказывается тоже цепь маркова а мы все в ней должны узнать симметричное случайное блуждание это симметричное случайное блуждание случайное блуждание блуждание вот ну вот давайте убедимся в том что xn является цепью маркова для этого я снова посчитаю вероятность цепочки отдельно единственное что когда я буду сейчас вычислять вероятность вот такой цепочки x0 равной 0 я должен добавить сюда некое ограничение это вероятность будет не нулевой лишь тогда когда я буду знать что для любого k равного 0 n модуль и и k минус и k плюс 1 будет равен единице только в этом случае у нас вот это ломаная будет траектория случайно так что я здесь в этом случае это единичка на 2 в степени вот записываем себе вот так ну хорошо x0 я считаю не случайно точка и равный 0 вот понятно тогда что у меня есть сейчас маковское свойство и я могу даже выписать матрицу p матрица p сейчас бесконечная она в обе стороны бесконечная и такая что на диагонали тут стоят нолики а вот слева и справа от диагонали стоят числа равные 1 и 2 то есть мы либо опускаемся либо поднимаемся на 1 2 в смысле на единичку вверх или вниз все это происходит с вероятностью 1 и 2 здесь такая вот трехдиагональная матрица получается вот это матрица переходных вероятностей симметричного случайного блуждания было бы несимметрично стоять без числа p ну вот мы с вами увидели примеры цепи маркова кстати детерминированное движение такое как мы в самом начале лекции сегодняшней обсуждали по нашему фазовому постанству тоже является цепи маркова а именно если я рассмотрел xn плюс 1 просто равна f от xn то совершенно понятно куда возможен переход у меня сейчас p и житое было бы равно вот чему символу кронекера от f от и и жи если мы из и попадаем в жи это единичка а нет то 0 вот вот такая сейчас матрица вероятностей то есть чтобы это было у меня везде были нолики здесь одна единичка здесь где-то тоже единичка здесь дальше все нолики ну и так далее то есть в каждой строчке у меня появлялась поедине они могли все стоять в первом столбике это означало что мы сразу попадаем из любой точки в одну вот ну вот так сейчас устроено детерминированное движение оно является цепью Макква с очень простой матрицей переходных вероятностей но теперь наступает следующий момент мы собираемся выяснить каково же может быть возможно асинтатическое поведение цепей Макква вот и пойдем мы следующим путем он как бы немножко алгебраический раз матрица П определяет переходные вероятности то ну значит надо исследовать ее алгебраические свойства и тогда то окажется что вот по ним можно судить об асинтатическом поведении об асинтатическом поведении нашей последовательности начнем с простого замечания мы с вами вот рисовали картинку о вероятности перехода из состояния И-0 вот предположим у меня было бы состояние И состояние Ж предположим я делаю Н шагов шагов да и меня интересует вероятность такая что Х0 будет равно И а ХНТ будет равно Ж о вот такая вот вероятность да вот что здесь получается я должен написать сумму по всем возможным да цепочкам ведущим из состояния и состояния Ж имеющим длину Н вот весом в котором основном выписывают то есть это будет сумма по всем таким значит И1 И Н минус 1 да вот здесь будет стоять что я буду считать что начальное распределение сейчас полезно предположить пускай пи и т равно 1 то есть мы из состояния и и вышли да вот так ответ будет красиво просто вот а тогда здесь должно написаться вот что п и нулевое и 1 умножить на п и 1 2 на п и n минус 1 и n да вот ну что я думаю для тех кто как бы еще не забыл линейную алгебру совершенно очевидно что здесь возникла степень матрицы P да вот мы здесь что делаем выписываем произведение коэффициентом фиксированной длины n у нас фиксировано а затем проводим суммирование по всем внутренним индексам да ну это как раз степень равно здесь не n а ж вот равно давайте напишем P вот я тут напишу n и ж вот здесь чтобы не возникала путаница давайте напишем что это такое вот здесь n это не степень n это не степень хотя вот у меня такое чувство есть по предыдущему преподавательскому опыту что на экзамене найдется человек который скажет что это а вот тем не менее давайте напишем все-таки что сейчас это элементы n той степени матрицы P в степени n как матрица равно P n и g n так это элемент n той степени матрицы и так мы увидели что вероятность перехода за любое число шахов описываются элементами степеней матрицы P так что по-видимому асимптотическое поведение нашей последовательности к цепи мартов будет описываться асимптотикой степеней матрицы так и есть но вот оказывается сейчас эта асимптотика может быть разобрана в очень интересном ключе с привлечением всяких интуитивно простых и красивых определений так например давайте начнем итак мы будем говорить мы будем говорить что из состояния и можно попасть можно попасть в состояние состояние G если существует N больше или равна нуля вот единички больше или равна единички такое что существует и 1 и N минус 1 принадлежащие е что P и и 1 умножить на P и 1 и 2 умножить так далее на P и N минус 1 J J J больше 0 то есть если существует некий положительный печь имеешь положительную вероятность обозначать следующим образом и стрелочка дальше следующее определение Состояние и и J называется сообщающимся если если из I можно попасть в J и из J можно попасть в P то есть если есть путь и туда и назад вот ну вот так оказывается что если договориться что каждое состояние сообщается оно с собой то это некое отношение экологии как мы увидели ну и как видите вот эти определения которые мы привели они очень-очень такие интуитивные в следующий раз мы двинемся дальше и будем дальше разбираться что там прячется за таким красивым и простым определением цепи Маркова на сегодня все спасибо спасибо